Миграционные процессы явления характерны сегодня для всего мира. Люди покидают свои страны по разным причинам. Кто-то в поиске большего достатка, кто-то из-за проблем со здоровьем, кто-то по политическим и другим мотивам. Сказалось на миграционных процессах и пандемии коронавируса. Только на горячую линию по безопасному выезду и пребыванию за границей и противодействию торговли людьми Республики Беларусь за год поступило не одна сотня звонков из более чем 140 стран мира. Горячая линия слушает вас. И каждый озвученный вопрос был детально изучен и разобран. И это важно, ведь людей искренне волнует то, как может дальше сложиться их судьба. Как рассказали нам в Клубе деловых женщин, кроме двух номеров, международного 8 801 201 55 55, единого 113, Брескова 21 88 88, всегда есть возможность обратиться с просьбой на сайт, где на каждый вопрос человек получает полноценный письменный ответ. Мы консультируем белорусов, которые планируют выезжать за границу с различными целями. Также мы консультируем мигрантов, находящихся в нашей стране, по вопросам въезда, выезда, по вопросам социализации и пребывания в Республике Беларусь. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 сотрудники горячей линии адаптировались к новым условиям и теперь предоставляют информацию, консультации в том числе и по эпидемиологической ситуации. В условиях неопределенности, когда люди не могут попасть домой из-за закрытых границ, либо отмененных авиарейсов, мы выявляем посредством горячей линии мигрантов, находящихся в уязвимом положении, и перенаправляем их в Международную организацию по миграции для получения помощи, в том числе по добровольному возвращению на родину. Если же иностранцы интересуют вопросы продления своего пребывания в Республике Беларусь, то он должен обратиться в органы по гражданству и миграции того района, где планирует остановиться в ближайшее время. Подразделения к нам вращаются по разным вопросам. Это и получение паспорта гражданин Республики Беларусь, это и приобретение гражданства Республики Беларусь, это и выдача разрешения, как на постоянное, так и на временное проживание, это и регистрация иностранных граждан. По максимуму мы стараемся оказать всем помощь. Я надеюсь, что от нас все люди всегда уходят удовлетворенные, и всегда стараемся решить вопрос законопослушных граждан в их пользу. Миграционные программы сегодня поддерживаются различными международными учреждениями, защищающими права человека. ООН, ЮНИСЕФ, Международная организация по миграции. Благодаря их взаимодействию решать возникающие проблемы получается быстрее и эффективнее.